Жителям села Тунгор предоставлен доступ к крупнейшему в мире электронному книжному фонду по истории русской государственности. В сельской библиотеке торжественно открыт центр удаленного доступа к ресурсам президентской библиотеки имени Бориса Ельцина. Президентская библиотека открыта 27 мая 2009 года. Она является крупнейшей национальной библиотекой Российской Федерации, которая собирает и хранит в электронно-цифровой форме более 900 тысяч печатных и архивных материалов, аудио- и видеозаписей и материалов, отражающих многовековую историю российской государственности. Фонд постоянно пополняется. Получение бесплатного доступа к богатейшим информационным ресурсам президентской библиотеки для нас, ну давайте будем честно говорить, жителей все-таки провинциального уголка России, это очень важно. Народное пословице гласит «Век живи, век учись». Получать новые знания с помощью современных носителей информации, компьютерных технологий, это однозначно увлекательно для людей любого возраста. А возможность пользоваться таким источником информации, как президентская библиотека, позволяет отводить масштабный материал, зачастую уникальный, редкий, интересный, по любой интересующей теме. На сегодняшний день президентская библиотека открыла более 1200 центров удаленного доступа во всех субъектах Российской Федерации. Порядка 50 центров работают за рубежом в 30 странах. Наши читатели уже опробовали на себе, насколько действительно обширен материал, которым можно воспользоваться, будучи в нашей библиотеке. Там и фотоматериалы, и видеоматериалы, и периодические издания. Причем база формируется из источников не только находящихся в центральных городах наших, столичных городах, то есть Москва, Петербург, но и библиотек, которые уже являются центрами удаленного доступа. То есть уникальные материалы, пускай это будут опубликованы, не опубликованы, но они уже и в фонде президентской библиотеки Бориса Николаевича Ельцина. Реализация проекта по созданию центров удаленного доступа к ресурсам президентской библиотеки имени Бориса Ельцина в Сахалинской области была начата в 2011 году, после подписания губернатором соответствующего распоряжения. Сначала был создан региональный центр на базе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. В дальнейшем – центры удаленного доступа в библиотеках муниципальных образований. Теперь и в селе Тунгор. Я думаю, она мне даст информацию, что подготовится к ОГЭ, ЕГЭ, а также можно будет ответить на другие любые вопросы, на которые ты не можешь найти ответ. Конечно, открыты грандиозные возможности, потому что я считаю, что это очень шикарно. Наши дети и жители села Тунгор будут иметь такую уникальную возможность соприкасаться действительно с историческими документами, фактами и проходить виртуальные экскурсии, чего нам так не хватает на урок истории. Поэтому будем активными читателями этой уникальной библиотеки. Открытие в Сахалинской области центров удаленного доступа к ресурсам президентской библиотеки расширяет горизонты информационно-просветительской деятельности. Чтобы воспользоваться всем фондом президентской библиотеки, необходимо выполнить только одно условие – записаться в библиотеку. Продолжение следует...